Банжи представили ивент Игры Стражей впервые в 2020 году. Жестокое, но всё же дружеское состязание между классами, варлоками, титанами и охотниками, должно было напоминать спортивные турниры со всеми атрибутами, ценными наградами, флагами, праздничным, разгорячённым азартом настроением и командной сплочённостью. Короче говоря, это Олимпиада. Да и сами разработчики не скрывали и делились охотно источниками вдохновения, праздник спорта. Однако, когда ивент запустился, многие игроки остались в недоумении. Нас попросили собирать медальоны, добывать которые предполагалось в активностях, которые и так были в игре. На тот момент для Destiny 2 это был далеко не первый ивент, конечно же. Было и солнцестояние героев, и багряные дни, фестиваль усопших, и рассвет, гонка фракции, в конце концов, если кто-то её помнит. Так что свежее игрокам было нужно. Но вот уже идут четвёртые игры Стражей, а у меня стойкое ощущение, что играют в этот ивент все тупо по инерции. Да, как и в саму игру, в принципе, скажет кто-то, но тут всё же другое. Ивент минорно обновляется с каждым годом. В качестве награды предлагается этой брони, которая не особо-то носят игроки в обычном геймплее, оружие, ну окей, можно нарулить пистолет-пулемёт, можно было и в прошлый раз его нарулить, теперь всё ещё, винтовку от разведчика добавили, что вроде неплохо, но ведь по сути это всё тот же гринд во всё тех же активностях, в которые мы играли и без ивента. И это в летний практически сезон, когда онлайн игроков обычно идёт на спад во всех проектах. Давайте сейчас вынесем за скобки все остальные проблемы, о которых я успел поговорить в прошлом ролике, и сосредоточимся на ивентах, потому что я считаю, что ивент Гонка Стражей — это обидная, упущенная возможность. Спонсор сегодняшнего видео — проверенный сервис Dwing.net, который отлично подойдёт тем игрокам, у кого нет постоянной команды, или просто тем, кто ценит своё время и нервы. Благодаря обновлённому функционалу сервиса, больше нет необходимости передавать свои данные, сотрудники Dwing помогут завершить сложный квест, выполнить триумф, пройти новый рейд или получить заветный экзот вместе с тобой в качестве сопровождения. Сайт работает давно, новинок в ассортименте появляется постоянно много, а цены стали ниже и доступнее. Теперь на Dwing есть всё, чтобы обеспечить тебе комфортную игру. Ну а по промокоду TripleVibe, мои зрители могут получить на сайте специальную скидку в 15% на все предоставленные услуги. Заинтересован? Ну ещё бы! Проходи по ссылке в описании и пользуйся качественным сервисом. Ну а если остались вопросы, смело пиши оператору на сайте и получай ответ. Да, игры Стражей большая упущенная возможность. Изначально этот ивент создаёт настроение, как я уже сказал, азартного состязания в сообществе. Но вместо состязания, ивент, как и любой другой ивент в игре, является просто симулятором баунти. Идём к вендору, выполняем контракты, фармим ивент, валюту и ролим легендарки, такие же, какие были в игре и до начала ивента, ничем почти и не уникальны. Лишь за редким исключением нам падал шанс получить что-то уникальное в ивентах, получить экзот или действительно запоминающуюся косметику. И мне обидно от этого. Обидно, потому что мы знаем все исключительные черты сообщества Destiny, знаем, как многие игроки в Стражей любят флекс, любят достать что-то особенное побыстрее других, как игроки бьются за право повесить очередной счётчик или редкую эмблему у своего ника, чтобы подчеркнуть то или иное достигаторство. Но проблема зачастую заключается в том, что все эти достигаторские мерения письками проходят в своём локальном пузыре, с такими же чуваками, которым не плевать. Но для остальных игроков, которых в разы больше, любые эти бега выглядят просто нелепо. Ну, вы попробуйте доказать чуваку, у которого наиграно да даже полторы тысячи часов, ну в таком казуальном режиме, зачем вы спидраните сумрачные налёты или набиваете числа на рейд эмблемах. Они вас просто не поймут. Я сам утратил к этому интерес, наверное, года два как или около того. И с одной стороны разделение групп в сообществе на хардкорных игроков и казуалов, это нормально. Но к чему я это в контексте с ивентами? Ивенты, в моём понимании, особенно те, что вдохновляются спортом, могли бы как раз выстроить абсолютно всё сообщество у одной стартовой линии, и подогревая интерес, толкать игроков вперёд к финишной ленте. Но для этого недостаточно добавить новых перков в перекрашенное оружие. Для этого, опять же, недостаточно украшать башню и дёшево байтить на победит сильнейший класс. Для этого нужно дать интересный геймплей, ну или хотя бы чуточку свежий, такой, который будет привлекать и игроков с пивчанским, и игроков с киберспортивными креслами. Это будет духом состязания, духом соперничества. Эй, псс, смотри, это моя страничка на бусте. Там есть эксклюзивные материалы, а ролики выходят раньше и без рекламы. Твоя подписка мне очень поможет продолжать работать над каналом и делать его лучше, так что я буду очень признателен поддержке. Ссылку найдёшь в описании, спасибо. И вот давайте прикинем, есть ли в игре пространство для того, чтобы предложить геймплейное разнообразие в ограниченном по времени ивенте, но без жопонадрывательной разработки новых механик. Да конечно, сколько угодно. Если мы берём летний ивент, называем его играми и говорим, что вдохновляемся олимпиадой, то на ум сразу приходит горсть механик, уже существующих в игре. Швыряние снарядов, это механика с рельками и отсылка к метанию дисков. Стрельба по мишеням, тупо тренировочное поле и отсылка к спортивной стрельбе. Прыжки по платформам на скорость, банджи любят джамп пазлы и вставляют их в каждое подземелье и рейд, так чтобы не развивать эту возможность с отсылкой на прыжки в длину олимпийские. Ну и конечно моё любимое, гонки на спэрол. Вот объясните мне, что чёрт возьми не так с этим? Что не так с тем, чтобы вместе с переносом кучи хлама, рейдов и оружия из первой части, не перенести ещё и трассы из СРЛ? В дополнении Конец Света уже буквально есть трассы в сети вексов, с ускорениями, трамплинами, крутыми поворотами и врагами. Это один в один гонки из первой части. Но только в рамках активности мы это добавляем, а в качестве ивента, для веселья, ни за что. СРЛ добавили в Destiny 1 в качестве бесплатного ивента, и они подарили нам массу ярких впечатлений, кто помнит, поймёт меня. Я помню, как мы катались с друзьями в том режиме, хотя из наград там была только косметика и триумфы в специальной книжке. Да-да, Эва, в специальной книжке. И тогда, кстати, тоже бугуртили из-за того, что эту книжку нужно было покупать за реальные деньги и разблокировать ряд наград, но общее впечатление от ивента это тогда не испортило. И когда он вернулся в году дополнения Rise of Iron, с новой снежной трассой, ивент снова встретили очень тепло. Ну, кроме того, погрузчика. А всё потому, что он как раз соблюдает те правила, о которых я говорил выше. Он был фановый. В него было весело играть и тем, кто обычно гонял просто по плейлистам, и тем, кто набивал КД на трекерах. Ведь режим считался за ПВП, а значит и есть пространство для понта. Только вот это пространство появлялось не только у тех, кто трайлсы на Изи закрывал и на КД 4 играл, но и у тех, кто любил, ну не знаю, гоночные симуляторы, или просто частенько бодался с друзьями на Спэрроу в патруле. А теперь может применить чудаковатый навык виртуозного обращения с летающим байком в новом ивенте. И вот сейчас я регулярно наблюдаю, как из раза в раз, из года в год, игроки находят очередные намёки на возвращение гоночной лиги, но каждый раз остаются ни с чем. И грустно идут дрочить контракты Эвелеванте. И вот вы только представьте, как бы был встречен ивент с полноценной спортивной программой. Первая неделя, вторая неделя, третья неделя, каждую разный режим. Потом финальная неделя с множителями и объявление победителя с уникальной наградой. Косметикой или классовым предметом, например экзотом классовым. Вы знали, что в Destiny 1 можно было носить экзотический плащ или повязку, если вы варлок или титан, вместе с другим элементом экзота брони? Потому что она не считалась за экзот из-за отсутствия уникального перка, но при том выглядело прикольно, два экзота как будто бы носил. Было дело и такое, да. Я отдаю себе отчёт в том, что всё, что я говорю здесь, представляю, это просто влажные мечты. Но просто я устал от того, что каждый ивент в Destiny 2 не меняется годами и привлекает меня и многих из вас, я убеждён, всё меньше и меньше. Из уникального осталась только Европейская воздушная зона в летнем ивенте. Хотя и она уже не меняется никак несколько лет. От Бесконечного леса отказались, не нужна нам отдельная локация под ивент с возможностью спидранов и пространством для получения наград пропорционально скилу. От Валентиновского ивента Багряные дни тоже ушли, по крайней мере в последний раз, может быть в грядущем феврале что-то будет. Уникальный ПВП режим 2 на 2. Как много Стражи играют вдвоём, со своими партнёрами, друзьями или коллегами, потому что больше напарников нет. Какая это была уникальная возможность весело провести пару вечеров и получить яркий лут, ну и потравить гейские и ссальные шутки для любителей такого. В текущие игры Стражей я зашёл только под конец первой недели. Не было до этого возможности, но даже если бы была, было ли желание? Грустно понимать, что объявление о датах проведения ивентов превращается в очередной инфоповод, а не во что-то экстраординарное и призванное поднять онлайн интерес и мотивировать больше проводить время с приятелями в игре. При том, что Destiny имеет столько потенциала и пространства для того, чтобы держать игроков чем-то интересным. Как там говорили Банжи, мы хотим, чтобы Destiny стала громадной франшизой в индустрии развлечений. Она может такой стать, но скорость важнее качества. Субтитры создавал DimaTorzok